Можно ли пить кардиоаспирин курсом для профилактики? Для профилактики чего? Если правильно задавать вопрос, то надо понимать, что мы предотвращаем. Предотвращаем сердечно-сосудистые осложнения, инфаркты, инсульты, тромбозы? Да. При наличии риска. Если у вас есть риск, тогда можно. И это оправдано. Если нет такого риска, то и цель пропадает, друзья мои. Если нет риска тромбозов, то по какой черту его надо пить-то, а? Кроме того, что все аспирины, друзья мои, и все эти препараты для разжижения в кавычках крови, они имеют побочное действие. Это побочное действие на желудок и на кишечник. Оно зависит от длительности приема аспирина и подобных препаратов. Чем дольше пьете, тем больше вероятность того, что возникнет воспаление в желудке или в кишечнике. И от дозировки зависит. Чем больше дозировка, тем больше вероятность того, что возникнут проблемы в печени. Все просто. Но умные производители решили сделать следующим образом. Они упаковывают аспирин в специальную капсулу, которая кислота устойчивая и кишечно растворимая. То есть желудок проходит транзитом и на желудок не оказывает влияние или оказывает меньшее влияние. А распаковывается в кишечник и весь удар приходится именно на тонкий кишечник, который никто как бы и не проверяет. И кажется, что никаких побочных эффектов нет. А потом вдруг начинается метеоризм, газообразование, вздутие, боли в животе, диарея, запоры. И мы думаем, блин, где? Проверяем гастроскопию. Нет ничего в желудке. Проверяем колоноскопию. Нет ничего в кишечнике. Тонкий кишечник. Ну, не будем на него смотреть. Будем считать, что там все хорошо. Это всего на все аспирин. Если вы хотите решить свою проблему с ЖКТ, присоединяйтесь к гастрогруппе. Мы разберем симптомы, результаты обследований и выберем пути решения. Переходите по ссылке в профиле.